Всем огромный привет! Так, это привет из Москвы двух питерских гражданок. Санкт-петербуржских. Нет, петербурженок. Да, да, да. В общем, мы приехали в гости к друзьям. Приехали в Москву на уикенд. По совместительству это наш единственный отпуск в этом году. И вот, в общем-то, тут люди очень позитивные. Пойди, давай. Всем привет! Так вот, мы приехали, в общем, сейчас... Хорошо, обязательно. Ищите себя в интернете. Да, 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 на просторах ютуба. В общем, мы приехали утром, рано приехали, потому что кто-то перепутал поезда. Нам стало сразу понятно, почему мы северная столица, потому что здесь нереально жарко. Причем такая, как бы, жара, и не так южная по сравнению с нами. И плюс к этому еще очень-очень солнечное, и небо реально высокое по сравнению с Санкт-Петербургом. Вот, поэтому у нас реально как-то на курорте такой вот. Такой раз в порядке, кстати. Надо было на недельку ехать. Да, на недельку до второго. В отель с каким-нибудь бассейном. Ну, как вариант, кстати. Я думаю, что здесь за городом есть. Ну, городом Барвиха Лакшеривилиш как-то... Все. Не видела это видео, где девчонок спросили, вы куда едете? Они там как-то, это, Барвиха Лухарича-дем. Сразу понятно, откуда девочки приехали. Итак, мы уже радостно нафоткались на фоне памятника, к которому мы пришли первым на ВДНХ, посвященному освоению космоса. Я сейчас постараюсь с этого ракурса показать, но она на самом деле очень высокая, это Стелла. И, в общем, нам очень жарко. Вообще, ВДНХ это выставка достижений народного хозяйства. Смысл всего вот этого комплекса, это именно достижения различных... Пускай мне пришли, посоветите, не умеешь. Спасибо, друг! Мой блог будет просто. В общем, дабы мои подписчики не думали, что я не уча, не знаю, что такое ВДНХ. В общем, здесь показывались различные достижения разных областей, скажем так, там сельского хозяйства, промышленности. И всего остального. Вообще, комплекс именно посвящен тому, какой СССР это крутой. Хватит портить мой блог. Брат, дай бить! Ладно, все, сейчас ты сфоткаю. Продолжаем исторический урок. Смотри, корневой. Вы знаете, что она историк? Я не историк, я экономист. Она очень умная. Спасибо. В общем, дошли мы до памятника. Памятника Циолковскому, который, в общем-то, считается у нас основателем космонавтики, в принципе, в стране. А, нет, они просто фотографируются. Они больше не будут кататься по траве. А, вот, все. Да-а-а! Я тоже такой, че-у-у! Блин, вот реально, где наше детство? Мы таким не занимались. Дошли до памятника Королёву. И не только. Сейчас сказали на карте, где Питер. Пришли к выводу, что Питер где-то... Где-то здесь. Питер не на севере, а на северо-западе. Ну, начинай. Не, ну серьезно, от Москвы на северо-запад. Все равно где-то вот там. Трояда. Помахай ручкой родителям. Самое смешное, что, наверное, все дети думают, что это шапка. Не знайки, а это Сатурн. И так, что рассказала, что это правда. Ты правда думала, что это шапка не знайки? Конечно. Кошмар. С кем я общаюсь? С кем я приехала? Все понятно, почему ты не идешь в Третьяковскую галерею добровольно. Все с тобой ясно. Все ясно, Дарина. А сегодня скажут, поехали кататься на санках. Да. На катке. Да-да-да. Мы поедем кататься на катке. Ну, в общем, мы дошли аллею до конца. И здесь в самом конце два шара. Один как земной шар, вот тот, ну, с картой мира. А этот с звездным небом, со звездиями. Я нашла... А, ну вот, радостный тут стрелец бегает. Да. Скачет. Да. А я нашла свои весы сразу же. Вот там. На самом деле, очень красиво смотрится. Меня, на самом деле, больше впечатлила. Вот именно шар с созвездиями. Ну, земная карта. Мы, в общем-то, все столицы основные обозначены нашли. Я поняла, что я правильно нашла вот там вот Санкт-Петербург на планете Земля. Там, где солнечные системы показаны. Сейчас пойдем уже в сам парк. Мы тут пришли к выводу, что это чисто питерская, московская тема. Сравнивать два города. И мы приехали, и реально у нас такое вот идет. Что вот у нас поезда не такие, у нас метро не такое, у нас то не такое, все не такое. Вот как, в какую сторону отличается именно сравнивать с Питером? Ну, метро, мне показалось, что оно более старое, у нас оно более современное. У нас есть реклама в метро, во-первых. А во-вторых, у нас дороже на 3 рубля. Мы очень расстроились, очень обиделись, не поняли, к чему это социальная несправедливость. Почему у нас дороже метро? Хотя у нас в два раза меньше. С другой стороны, у нас реклама есть в метро. И у нас, ну вот сейчас сколько мы вагонов ездили, мы уже два или три раза в метро спускались, два. А у нас более новые вагоны. Хотя, не знаю, все говорят, что наоборот в Москве новые вагоны. И также у нас все таблички, все вывески, они более современные. Здесь у них сохраненная такая советская нотка. В общем, идем по парку уже. Нам очень-очень жарко. Я еще поняла, что у меня горло болит. Я либо простудилась, либо я уже наговорилась. На камеру много. Не знаю, я так давно не снимала влоги. Я не знаю, что получится из этого, буду ли я его монтировать. Мы сходим тогда в ленту, а потом пойдем сюда. Да, мы сейчас сходим в твою ленту. В общем, Дарина... Мы с Дариной нашли парк аттракционов. Он меня уговаривает на какую-нибудь карусель. Я пока не соглашаюсь. А еще вот видите, этот нарушитель порядка, что творит. Вон, вон, вон она пошла. Вот. Еще сейчас зайдем в ленту. Посмотрим московскую ленту, чем она отличается. Потому что здесь маленькие ленты, здесь нет гипермаркетов. Нет, сладкую вату не хочу. Пошли искать мороженое. Каштан жареный не хочу. Нет, каштан жареный не хочу. Да, не ленту, а яблоко в карамели не хочу. А, яблоко в карамели, кстати, вкусно. Но у нас, блин, килограмм яблок дома лежит. Мы с поезда привезли. А, слушай, а здесь не может быть развесного мороженого в кафе? Я кажется, нет, у нас кафе не будет. Ну, сейчас выясним. А, вот напитки мороженое. Мы обзавелись мороженым. У меня виноградный лед у тебя. Ваниль. Ой, ваниль. Это конфеты. Это было круто рекламного канала. Здесь обалденно. Очень красиво, очень жарко. Вот. Сейчас, я очень надеюсь, что будет попрохладнее. Сейчас около Хонтана, но не знаю. Там, по-моему, еще один блогер. Влогер снимает что-то. Вот у нас таких много. Я не знаю, у меня уже просто мозг плавится. Ну, такое жаре. Это не наш. Это не наш случай. Давай найдем-ка с местечку фонтанчика. Он, наверное, с той стороны. Да, там есть народ. Раз, два, три. Ужас какой. Немного пытаемся отмокнуть. Как-то спасаемся от жары. В общем-то, не мы одни здесь такие-то. На самом деле, весь народ вот так вот сидит. Вот. Вообще, в принципе, вода очень холодная. Но хорошо, на самом деле, ножки опустить. Хоть как-то это спасает от жары. Потому что мне голову конкретно напекло. Вы, наверное, слышите по моей такой очень пространной речи, что я не могу два слова связать. Поэтому тяжело. Очень много народа. Очень много, как мы понимаем, немецквичей. Вот тоже приехали. Ну, хотя, в принципе, мне кажется, есть. Где-то среди всего народа. И местные коренные жители. Вот. В общем, у нас челлаус. Водный. Дарин, ты будешь бросать монетку? А у меня денег нет. Блин, а у меня тоже монеток нет. Чего, аспорт, я осуществляю другой палец. Банковскую карту кинем. Да, чтоб наверняка нырнуть за ней. У меня кинет действующий, и надо было с тобой взять. Да. Тут как бы мусора и без тебя хватает, но ты можешь добавить. Мне было интересно, что вот это за сооружение. Вот, там на заднем фоне такая, так, огромная-огромная белая беседка. Мне кажется, очень стыдно, что я не знаю, что это такое. Вот. Но на самом деле очень красиво, очень ухожено. Вот что мне нравится. Потому что у нас, конечно, в парке, мне кажется, более запущено в состоянии. А здесь что-то прям, что настолько красивое, настолько все чисто и ухожено. Решили перекусить на фудкорте. Приятного аппетита. Вкусно? Вот. В принципе, сад уже пропала, но мы все равно сели под зонтиком. Достаточно комфортно. Свежий воздух. Ваши воробейщицы. Присели опять охладиться. На этот раз наш выбор пал на фонтан каменный цветок. В общем-то, присели здесь, около вот такой вот вазы Дарина. Берем, как загорается. Вот, я допиваю свой лимонад пряный. Агрейк-фрус. Реально, мне кажется, я в конце дня в какой-то фонтан уже нырну, потому что прям, прям жарко мне. Я не знаю, слышите вы меня или нет, но мы оказались случайно на фестивале немецких традиций. Вот, в общем, там поют какие-то не очень пока известные группы, но мы в программке прочитали, что вечером будет Ума Турман. Всем доброе утро. Сегодня у нас второй день. Что? А ты соусом дали? А мне не дали. У меня тоже ролл. В общем, всем доброе утро. И у нас второй день. Мы такие немного сонные. Там Дарина за кадром ест. Вот, в общем, вчера мы после ВДНХ, мы там отдохнули, но загорались, набегались, посмотрели все, погуляли. И, в общем-то, приехали в гостиницу, заселились и уснули. В итоге потом у нас немного сбился график, и мы пошли сразу вечером смотреть центр Москвы, встречаться с моей подругой. Она нас отвела, в общем-то, в технику, по-моему, это Столешников переулок. Это новое место, и она хотела сама посмотреть, что это такое. В общем-то, поэтому нас туда повела. Вечерняя и ночная жизнь, конечно, в Москве кипит. Очень красиво город украшен. И вот вечерняя Москва, ну да, вечерняя Москва, центр вот этот вот, где именно спокойно так маленькие улочки стоит того, чтобы посмотреть. И я надеюсь, что когда я в следующий раз приеду, у меня будет время, чтобы вам это показать, а так у меня как бы из блога это просто вылетает. Потому что не было времени, чтобы как-то поснимать, показать вам, прогуляться. А мы именно как-то все так смотрели, бегали из места в место, ну, было классно. Вот, в общем, с пользой провели время. Сейчас завтраком в Прайме, сейчас около часа, наверное, уже мы выселились в гостинице, ставили там вещи. Пошли в Прайме. Я как-то выбрала так просто из блогов у девчонок, кто из Москвы, видела Прайме, Криспи Крим. И вот я хотела всегда зайти в эти места, посмотрите, что у нас в Петербурге нет. В общем, у меня ролл, по-моему, то ли с кольцей, то ли с индейкой, какой-то их там фирменный. У Дарины. Ну, типа, как у нас называется это роллы? Суши, большие роллы. В общем, что-то такое вкусное. Айс латте, у меня вьетнамский кофе. В общем, пожелайте нам доброго утра. Ну, да, молодец. Именно в моем влоге. У нас тут автофатия на соседней улице, надо ходить посмотреть, что там. Что? Это не этот парень? Не знаю, нет, по-моему. Я не забыла, вот с этим я длечила в Питере. Отлично. Отличная информация для моих подписчиков. Ну, вот. В общем, там девочка поет. Прикольно, интересно. У нас прям реально автофатия. Вот, мы проснулись. А в прайме, который айс латте, не очень, да? Не очень. А вот, ну, айс латте тебе не очень понравился, да? Я говорю, что если бы был без добавки. Если бы да, если бы айс латте был без сиропа, Дарина сказала, была пивня полная. У меня... У меня вьетнамский кофе по-вьетнамски что-то. Ну, выкручено с скущенкой. И у меня как бы именно и чувствуется вкус кофе прикольный. И то, что скущенка, это вкус детства. Прикольно. Мне понравилось. Блин, я реально говорю, что у меня севший голос. Где я... Я вчера не орала вроде. Я культурно себя вела в столице. Мне кажется, просто вот перепады от жары. Наверное, тоже. Вот мы сегодня еще проснулись, у нас было открыто окно, и поэтому... И мы не включили кондиционер. И поэтому проснусь просто вообще, там, без холодного душа никак. Я почувствовала себя человеком только, когда простояло 5 минут просто вот под ледяной водой. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 На минуту замечтаюсь, не летаю, но плетаюсь Упаду и поднимаюсь, все в порядке, оплемаюсь Не дождетесь, не заплачу, если что, любой получит стач Я в этом фильме главный актер, я сценарист, я режиссер Мы возвращаемся обратно Маша, что ты можешь сказать об этом мини-отпуске, какие твои мысли, что ты думаешь? Нет, на самом деле Москва крута, мне все очень понравилось Но то, что мы едем в китайском квартале, мне не очень Нет, ну в общем, поездка мне очень понравилась Я уже скучаю по Москве, скучает по мне, там дождь начался, когда мы уезжали Ты еще вернешься туда? Да, конечно, я очень хочу, мне очень понравилось Что ты запомнила больше всего? Столешников, Кузнецкий мост, я к концу влога выучила название этой улицы Мне понравилась Криспи Крим, который мы не купили в этот раз В следующий раз мы купим Криспи Крим, коробку с собой обратно в Питер Мне кум понравился, мы там не пробовали мороженое Я вернусь, чтобы попробовать мороженое в моем Все Итак, на этой радостной минуте мы хотим закончить наш влог Спасибо, что вы с нами были Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал В следующий раз мы вас тоже возьмем в Москву И в другие города, возможно, когда поедем отдыхать Нет, ну не слышу, у нас адово красные морды Это ужас, реально Вот, в общем, на сыне Люди поднебесного утюжа передают привет Всех вас мы любим, до сверх встречи, пока-пока-пока